Вечера в мечети сказали о том, что в Азербайджане все будет хорошо, потому что нам помогает Аллах. И действительно, глядя на вашу судьбу, создается ощущение, что Он вас нес на крыльях. Ну, с некоторыми исключениями. Скажите, вы, в принципе, верите в судьбу? Я верю в судьбу. Я вчера не случайно сказал. Я никогда, вы понимаете, не говорю то, что в общем не соответствует моему внутреннему настроению. Я вчера сказал, ведь сколько было попытков террора против меня. Сколько было. Даже там, в Москве, когда я вот 21 января 90-го года выступил на митинге, осудил, и после этого стали меня преследовать, сколько я неприятностей получил. Я тогда вырвался из Москвы, приехал сюда, три дня здесь я мог прожить на квартире своего брата. У меня здесь квартиры, ничего не было, когда я уехал, все сдал. Жил на квартире своего брата, потом на четвертый день мне сообщили, что вот какие-то, значит, бандиты окружают, естественно, по указанию руководства тогдашнего руководства республики окружают дом, и будут обстреливать дом, зачем же подвергать риску этих жителей, ну, давайте лучше уезжайте сюда. И уехал. Улетела отсюда, между прочим, тайна. Тогда еще были маленькие самолеты, я в 40, тайно сел, улетел, и на Кучеване никто не знал, что я лечу туда, я прилетел. Через час, конечно, в общем, это стало сенсацией. Много было в моей жизни таких, когда, в общем, я был на грани гибели, на грани катастрофы. Ну, естественно, много было попыток террористических актов против меня. Здесь уже трижды пытались осуществить государственный переворот. Ну, поэтому я вчера сказал, что Аллах переживет. Продолжение следует...